Урок 1. В гостях у друзей. Я собираюсь навестить друга в другом городе. Как насчёт тебя? Звучит забавно. Сейчас я никуда не собираюсь. Вы когда-нибудь навещали друзей в других городах? Да, у меня есть. Мне нравится исследовать новое место и проводить время с друзьями. Чем вы обычно занимаетесь в гостях у друзей? Обычно мы осматриваем достопримечательности, пробуем местную еду и знакомимся с жизнью друг друга. Отлично. Какие-нибудь рекомендации о том, чем заняться в городе, который я посещаю? Обязательно посетите местные достопримечательности и попробуйте популярные рестораны. Спасибо за предложение. Я обязательно их проверю. Добро пожаловать. Надеюсь, вы отлично проведёте время в гостях у своего друга. Спасибо. Я с нетерпением жду этого события. Уверен, это будет незабываемое путешествие. Приятного вам отдыха. Я так и сделаю. Я обязательно сделаю много фотографий и поделюсь ими с вами, когда вернусь. Это было бы замечательно. Не могу дождаться их встречи. Всегда приятно иметь что-то, чего можно с нетерпением ждать, не так ли? Абсолютно. Это добавляет азарта и предвкушения в нашу жизнь. Что ж, мне лучше начать упаковывать вещи сейчас. Спасибо за беседу, Анна. Добро пожаловать, Джон. Удачных путешествий и отличного времяпрепровождения. Я так и сделаю. Удачного путешествия. Урок 2. Выбор телефона. Мне нужен телефон с хорошей камерой и длительным временем автономной работы. Какие-нибудь рекомендации? Я предлагаю ознакомиться с последними моделями известных брендов. Какие функции следует учитывать, кроме камеры и времени автономной работы? Возможно, вы захотите рассмотреть размер экрана, объем памяти и вычислительную мощность. Есть ли конкретный бренд, который вы предпочитаете? Это зависит от вашего бюджета и личных предпочтений. Некоторые популярные бренды включают Apple, Samsung и Google. Как сравнить качество камеры разных телефонов? Вы можете прочитать отзывы в интернете или посетить магазин, чтобы самостоятельно протестировать камеры. Как насчет времени автономной работы? Как узнать, в каком телефоне работает аккумулятор с длительным сроком службы? Ищите телефоны с большей емкостью батареи и читайте отзывы или впечатления пользователей, чтобы получить представление. Есть ли другие факторы, которые следует учитывать? Да, вам также следует учитывать операционную систему, пользовательский интерфейс и любые дополнительные функции, которые могут вам понадобиться. Как насчет ценового диапазона? Сколько я могу рассчитывать на телефон с такими функциями? Цены могут сильно различаться в зависимости от марки и модели. Лучше всего изучить и сравнить цены, прежде чем принимать решения. Должен ли я покупать телефон в интернете или в обычном магазине? Решать вам. Покупки в интернете могут предложить конкурентоспособные цены, но посещение обычного магазина позволит вам увидеть и пощупать телефон перед покупкой. Есть ли какая-либо гарантийная или послепродажная поддержка, на которую мне следует обратить внимание? Да, обязательно проверьте гарантийный срок и доступность службы поддержки клиентов. Спасибо за совет, Анна. Я начну исследовать и сравнивать разные модели телефонов. Добро пожаловать, Джон. Уверен, вы найдете идеальный телефон для своих нужд. Я ценю твою помощь. Я сообщу вам, какой телефон я в итоге выберу. Звучит великолепно. Я с нетерпением жду вашего решения. Ещё раз спасибо, Анна. Я скоро с тобой поговорю. Добро пожаловать, Джон. Берегите себя и удачи в поиске по телефону. Спасибо. А пока до свидания, Анна. Урок 3. Переход в ближайший супермаркет. Вы знаете, как отсюда добраться до ближайшего супермаркета? Да, верю. До него всего несколько кварталов. Хотите узнать дорогу? Это было бы здорово. Я новичок в этом районе и не знаком с улицами. Нет проблем. Сначала вам нужно идти по этой улице на восток, пока не дойдете до перекрёстка. Хорошо, я пойду на восток, пока не дойду до перекрёстка. Что мне делать дальше? На перекрёстке поверните налево и пройдите прямо около двух кварталов. На перекрёстке поверните налево и идите прямо два квартала. Понял. Что дальше? Как только вы дойдете до конца второго квартала, справа вы увидите супермаркет. Итак, пройдя два квартала, я найду супермаркет справа от себя. Это понятно. Спасибо. Добро пожаловать. Если у вас возникли проблемы с поиском, не стесняйтесь обратиться к кому-нибудь за помощью. Я благодарна за это. Я присмотрю за супермаркетом и при необходимости попрошу о помощи. Это хороший план. Спермаркеты обычно легко найти по их вывескам и витринам. Отлично. Теперь я чувствую себя увереннее. Спасибо за указание, Анна. Добро пожаловать, Джон. Я рад, что смог вам помочь. Дайте мне знать, если вам понадобится дополнительная помощь. Я так и сделаю. Еще раз спасибо, Анна. Сейчас я пойду в супермаркет. Хорошего дня. Добро пожаловать, Джон. Приятного шопинга и отличного дня. До свидания, Анна. Береги себя. Урок 4. Покупки продуктов в интернете и выбор продуктов в магазине. Вы когда-нибудь пробовали покупать продукты в интернете? Нет, у меня нет. Я предпочитаю выбирать свои вещи. Покупки продуктов в интернете могут быть удобными. Вы можете сделать заказ, не выходя из дома. Я понимаю удобство, но мне нравится лично выбирать самые свежие продукты. Это правда. Доверять кому-то, кто выберет для вас лучшие вещи, бывает непросто. Именно так. Я предпочитаю посмотреть и пощупать продукты, прежде чем покупать их. Тем не менее, покупки продуктов в интернете могут сэкономить ваше время. Вам не нужно идти в магазин. Я ценю опыт личного шопинга. Это позволяет мне принимать взвешенные решения. Покупки в магазине также позволяют вам изучить новые продукты и найти свежие ингредиенты. Да, и это дает мне возможность сравнить цены и найти лучшее предложение. Это верное замечание. Покупки в магазине также позволяют получить более быстрое удовлетворение. Кроме того, мне нравится социальный аспект общения с сотрудниками магазина и другими покупателями. С другой стороны, покупки в интернете удобны для занятых людей или людей с ограниченными физическими возможностями. Понимаю, как это пойдет на пользу. Это решение для тех, кому нелегко посещать магазины. Покупки в интернете также позволяют легко перезаказывать часто используемые товары, экономя время. Хотя это удобно, я все же предпочитаю традиционный способ покупки продуктов. Интересно, что у разных людей разные предпочтения, когда дело доходит до покупки продуктов. Да, у каждого свой уникальный стиль шоппинга и свои потребности. В конечном счете, важно найти метод, который лучше всего подходит вам и соответствует вашему образу жизни. Абсолютно. Речь идет о поиске баланса между удобством и личными предпочтениями. Хорошо сказано, Анна. Спасибо, что поделились своим мнением по этой теме. Добро пожаловать, Джон. Было приятно обсудить это с вами. Действительно, так оно и было. Хорошего дня, Анна. Урок 5. Сравнение цен в продуктовых магазинах. Давайте сначала сравним цены. Есть ли существенная разница в цене между покупками продуктов в интернете и в магазине? Оно может быть разным. Цены в интернете могут отличаться из-за рекламных акций или эксклюзивных скидок. Существуют ли дополнительные расходы, связанные с покупками продуктов в интернете, например, стоимость доставки? Да, для бесплатной доставки может взиматься плата за доставку или минимальные требования к заказу. А как насчет покупок в магазине? Стоит ли учитывать какие-либо скрытые расходы? За покупки в магазинах обычно не взимается дополнительная плата, если не учитывать транспортные расходы. Существуют ли какие-либо инструменты или ресурсы, помогающие сравнивать цены? Да, вы можете использовать сайты сравнения цен или мобильные приложения, которые сравнивают цены в разных магазинах. Это полезно. Это позволяет вам находить лучшие предложения и принимать обоснованные решения. Именно так. Очень важно помнить о ценах и соотношении цены и качества. Есть ли у вас какие-либо советы по поиску лучших цен при покупке продуктов? Некоторые эффективные стратегии – следить за еженедельными продажами, использовать купоны и сравнивать цены. В этом есть смысл. Все дело в том, чтобы проявлять инициативу и искать лучшие предложения. Абсолютно. Потратив время на сравнение цен, вы сэкономите деньги в долгосрочной перспективе. Я ценю ваши идеи, Анна. Прежде чем принимать решение, важно учитывать разницу в ценах. Добро пожаловать, Джон. Я рад, что смог предоставить полезную информацию. Действительно, у вас есть. Еще раз спасибо, Анна. Хорошего дня. Добро пожаловать, Джон. Тебя тоже ждет отличный день. До свидания, Анна. Береги себя. Урок 5. Сравнение цен на новую обувь. Давайте сравним цены на новую интересующую нас обувь. Вы нашли варианты. Да, я видел несколько пар в интернете и в магазине. Посмотрим, есть ли существенная разница в цене. Вы проверили цены в разных интернет-магазинах. Да, я сравнил цены на разных сайтах, чтобы найти лучшее предложение. Это хороший подход. Вы сталкивались с какими-либо скидками или рекламными предложениями? Да, некоторые интернет-магазины предоставляли скидки или специальные акции на определенные бренды обуви. Как насчет цен в магазинах? Посещали ли вы какие-либо обычные обувные магазины? Я пошла в несколько магазинов, чтобы проверить цены и примерить обувь по фигуре и комфорту. Вы обнаружили заметную разницу в цене между опциями в интернете и в магазине. В целом, некоторые интернет-магазины предлагали более низкие цены, чем обычные магазины, но были и исключения. Были ли дополнительные расходы, связанные с покупками в интернете, например, стоимость доставки? Да, для некоторых онлайн-заказов взималась плата за доставку, поэтому я учла это при общей стоимости. Понимаю. Рассматривали ли вы какие-либо дополнительные преимущества покупок в магазине, такие как индивидуальная помощь? Да, покупки в магазине позволили мне получить помощь от торговых партнеров и лучше понять продукт. Это ценное замечание. Важно учитывать не только цену, но и общее впечатление от покупок. Именно так. Цена является одним из факторов, но комфорт, посадка и обслуживание клиентов также играют роль в процессе принятия решений. Основываясь на ваших исследованиях, есть ли у вас какие-либо рекомендации или советы по поиску лучших предложений на обувь? Я предлагаю сравнивать цены на разных платформах, следить за продажами и подписаться на рассылку новостей о возможных скидках. Это практические рекомендации. Спасибо, что поделились своим мнением, Анна. Добро пожаловать, Джон. Я рада, что смогла помочь. Счастливой покупки обуви. Спасибо, Анна. Тебе тоже приятных покупок. Береги себя. Ты тоже, Джон. Берегите себя и наслаждайтесь поиском идеальной пары обуви. До свидания, Анна. До следующего раза. Урок 6. Выступаем за улучшения. Надеюсь, скоро ситуация улучшится. Я рад, что мы поговорили об этой проблеме. Да, выражение наших опасений было необходимо для достижения позитивных изменений. Важно решать проблемы, а не позволять им сохраняться. Абсолютно. Высказывая свое мнение, мы создаем возможность для улучшения. Приятно осознавать, что наши голоса были услышаны и восприняты всерьез. Да, это показывает, что наши мнения и отзывы ценны. Для эффективного решения проблем крайне важно иметь открытые каналы связи. Действительно, развитие культуры открытого общения ведет к росту и прогрессу. Обсуждая наши проблемы, мы способствуем общему улучшению ситуации. Абсолютно. Наши действия могут привести к положительным результатам и разрешениям. Я рад, что мы взяли на себя инициативу, чтобы высказать свои мысли и опасения. Приятно знать, что мы вносим свой вклад в формирование окружающей среды. Это напоминание о том, что наше мнение важно и может изменить ситуацию к лучшему. Да, наши голоса могут способствовать позитивным переменам. Я ценю вашу поддержку и сотрудничество в решении этой проблемы. Точно так же, Джон. Приятно иметь партнера, выступающего за улучшение. Вместе мы можем работать над созданием лучших условий для всех. Безусловно, коллективные усилия оказывают большее влияние. Я благодарен за наш разговор и за положительный результат, который он принес. Я тоже, Джон. Это свидетельство того, как важно говорить открыто. Спасибо, Анна. Давайте продолжим поощрять открытый диалог и позитивные перемены. Урок 7. Изучение достопримечательностей Нью-Йорка. Не забудьте посетить Тайм-сквер и Центральный парк, когда будете в Нью-Йорке. Тайм-сквер и Центральный парк действительно являются знаковыми достопримечательностями, которые стоит посетить. Тайм-сквер известна своей яркой атмосферой и великолепными рекламными счетами. Это оживленный центр развлечений, шоппинга и бродвейских шоу. Центральный парк предлагает спокойный отдых среди шумного города. Это огромная зеленая зона с красивыми пейзажами, пешеходными дорожками и развлекательными мероприятиями. Тайм-сквер особенно очаровывает ночью своими яркими огнями и энергией. Это место, которое обязательно нужно посетить из-за его уникального шарма и оживленной атмосферы. Центральный парк – это отличное место для побега из бетонных джунглей. Приятно иметь такой большой парк в самом центре города. Тайм-сквер также является отличным местом для наблюдения за людьми и погружения в энергетику города. Абсолютно. Это яркое и динамичное место, отражающее дух Нью-Йорка. В Центральном парке есть различные достопримечательности, такие как зоопарк Центрального парка и знаменитая терраса Беттистр. Изучение различных участков и достопримечательностей парка может быть приятным занятием. Тайм-сквер окружена магазинами, ресторанами и театрами, где предлагается множество развлечений. Красота и спокойствие Центрального парка делают его идеальным местом для неторопливых прогулок или пикников. Это безмятежный оазис, где можно ненадолго отвлечься от городской суеты. Не упустите возможность насладиться яркой энергией Тайм-сквер и природной красотой Центрального парка. Действительно, это два самых знаковых и любимых места Нью-Йорка. Надеюсь, вы отлично проведете время, исследуя эти достопримечательности и наслаждаясь всем, что может предложить Нью-Йорк. Спасибо, Джон. Я с нетерпением жду возможности посетить Тайм-сквер и Центральный парк. Это будет незабываемый опыт. Добро пожаловать, Анна. Приятного вам путешествия и сделайте много фотографий. Я так и сделаю, Джон. Спасибо за рекомендацию и поддержку. Прекрасно проведите время, Анна. Безопасных путешествий. Урок 8. Выражение выразительных черт с помощью цветов. Эти цвета определенно произведут впечатление. Да, я хочу выделиться на этом мероприятии. Абсолютно. Выбор ярких цветов поможет вам произвести незабываемое впечатление. Я подумываю надеть смелый красный костюм. Это привлекает внимание и символизирует уверенность в себе. Красный – мощный цвет, символизирующий энергию и силу. Это определенно поможет вам выделиться. А как же ты, Анна? Вы уже выбрали цвет, который будет эффектным. Я рассматриваю эффектное кобальтово-синее платье. Это уникальный и завораживающий цвет. Кобальтовый синий – фантастический выбор. Это цвет, излучающий элегантность и утонченность. Спасибо, Джон. Думаю, это дополнит атмосферу мероприятия и придаст мне уверенности в себе. Важно носить цвета, которые позволяют нам чувствовать себя уверенно и отражают наш индивидуальный стиль. Абсолютно. Когда мы чувствуем себя хорошо в своей одежде, это повышает нашу уверенность в себе. Выбор ярких цветов позволяет нам выразить себя и продемонстрировать свою индивидуальность. Действительно, яркие цвета могут заявить о себе и произвести неизгладимое впечатление. Также стоит учитывать цветовую палитру мероприятия или события. Да, хорошо быть внимательным к общей теме и одеваться соответствующим образом. Используя яркие цвета, мы можем привлечь внимание и произвести незабываемое впечатление. Определенно. Цвета могут влиять на восприятие и оказывать сильное визуальное воздействие. Очень интересно экспериментировать с цветами и создавать свой неповторимый стиль. Безусловно, мода — это форма самовыражения, и цвета играют в этом важную роль. Мне не терпится увидеть, как наши яркие цвета найдут свое выражение на этом мероприятии. Я тоже, Джон. Давайте выберем яркие цвета и уверенно выделитесь из толпы. Спасибо за беседу, Анна. Обсуждение силы цвета вдохновляет. Добро пожаловать, Джон. Всегда приятно обмениваться с вами идеями. Давайте сделаем заявление вместе. Действительно, Анна. Давайте сделаем заявление и оставим неизгладимое впечатление. Урок 9. Планирование следующего приключения. Планируйте еще одну поездку в ближайшее время. Случайно, вы планируете еще одну поездку в ближайшее время? Абсолютно. Я уже занимаюсь исследованиями и с нетерпением жду нашего следующего приключения. Приятно это слышать. Изучение новых мест – это всегда увлекательное занятие. Согласен, Джон. Приятно отправляться в новое путешествие и открывать для себя разные культуры. Вы уже определились с местом нашей следующей поездки. Я подумываю посетить Грецию. Богатая история и потрясающие пейзажи завораживают. Греция звучит потрясающе. Она известна своими прекрасными островами и древними руинами. Да, мне особенно интересно исследовать Афины и знаменитый Акрополь. Это был бы невероятный опыт. Древняя архитектура внушает трепет. Я также с нетерпением жду возможности понежиться на солнце на греческих островах и насладиться блюдами средиземноморской кухни. Греция предлагает идеальное сочетание истории, природной красоты и вкусной еды. Безусловно, Джон. Это место, где каждый найдет что-то для себя. Я рада, что мы с одинаковым энтузиазмом относимся к путешествиям и открытию новых мест. Я тоже, Джон. Заблаговременное планирование поездок позволяет нам максимально использовать время и исследовать все достопримечательности, которые стоит посетить. Да, тщательное исследование и планирование гарантируют, что мы не упустим ни одного скрытого сокровища. Также важно быть готовыми к спонтанным моментам и неожиданным открытиям. Безусловно, одни из лучших впечатлений от путешествий – это незапланированные приключения. Мне не терпится начать планирование и сделать нашу следующую поездку незабываемой. Точно так же, Джон. Давайте создадим маршрут, который позволит нам погрузиться в красоту и культуру Греции. Спасибо за беседу, Анна. Это вызвало у меня страсть к путешествиям и предвкушение нашей предстоящей поездки. Добро пожаловать, Джон. Всегда приятно обсуждать с вами планы путешествий. Давайте сделаем это незабываемым приключением. Действительно, Анна. Давайте отправимся в следующее путешествие и вместе создадим воспоминания на всю жизнь. Урок 10. Желаем друг другу отличного дня. Анна, хорошего дня. Спасибо, Джон. Я также желаю вам отличного дня. Всегда приятно начинать день на позитивной ноте. Безусловно, позитивное мышление может задать тон на весь день. Надеюсь, ваш день будет наполнен продуктивностью и успехом. Точно так же, Джон. Пусть ваш день будет продуктивным и полезным. Давайте воспользуемся сегодняшним днем по максимуму и достигнем наших целей. Да, давайте воспользуемся этим моментом и добьемся прогресса в реализации наших устремлений. Не забывайте делать перерывы и заряжаться энергией в течение дня. Безусловно, уход за собой и омоложение важны для нашего благополучия. Надеюсь, сегодня вас ждут приятные сюрпризы и радостные моменты. Спасибо, Джон. Я желаю тебе того же. Пусть ваш день будет наполнен счастьем. Давайте подойдем к любым задачам с позитивным настроем и решимостью. Действительно, позитивное мышление может помочь нам преодолеть препятствия и добиться лучших результатов. Выполняя свои задачи и обязанности, сохраняйте концентрацию и мотивацию. Ты тоже, Джон. Оставайтесь сосредоточенными и мотивированными в течение дня. Не забудьте уделить время тому, чтобы оценить мелочи и найти радость в настоящем моменте. Безусловно, благодарность в маленькие моменты может сделать наш день более насыщенным. Я благодарна за нашу дружбу и позитивную энергию, которую мы приносим друг к другу. Точно так же, Джон. Наша дружба – источник вдохновения и поддержки. Спасибо за беседу, Анна. Надеюсь, твой день действительно будет чудесным. Добро пожаловать, Джон. Я ценю наш разговор. А еще хорошего дня. Давайте воспользуемся сегодняшним днем по максимуму и окажем положительное влияние своими уникальными способами. Безусловно, Джон. Давайте изменим мир к лучшему и хорошего дня. Спасибо, Анна. Хорошего дня тоже. То же самое и с тобой, Джон. Береги себя. Ты тоже, Анна. Берегите себя и поговорите с вами в ближайшее время. Урок 11. Последовательность в упражнениях. Анна, я думала, стоит ли мне заниматься в тренажерном зале каждый день, даже в праздничные дни. Что скажешь? Джон, регулярный режим физических упражнений полезен для вашей общей физической формы и хорошего самочувствия. Это правда. Но как насчет праздников? Должен ли я сделать исключение и сделать перерыв? Хотя очень важно прислушиваться к своему телу и при необходимости давать ему отдохнуть, активный отдых в праздничные дни поможет вам сохранить динамику и не нарушить привычный распорядок дня. Понимаю твою точку зрения. Итак, стоит ли мне уделять приоритетное внимание поиску тренажерного зала во время отпуска? Это зависит от ваших предпочтений и наличия тренажерного зала. В некоторых отелях есть фитнес-центры, которыми вы можете воспользоваться. Неплохая идея. Я проверю, есть ли в рассматриваемых мной отелях тренажерный зал. Кроме того, если вы не можете найти тренажерный зал, вы можете заняться другими видами физической активности, такими как бег или упражнения с собственным весом. Верно. Важно адаптироваться к ситуации и найти альтернативные способы оставаться активным. Абсолютно. Главное поддерживать постоянство в тренировках, даже если для этого придется изменить его во время отпуска. Теперь я понимаю. Стабильность играет ключевую роль, независимо от места или времени года. Именно так. Сохраняя приверженность физическим упражнениям, вы в долгосрочной перспективе получите пользу. Спасибо за совет, Анна. Полезно иметь четкое представление об этом. Добро пожаловать, Джон. Я рад, что смог вам помочь. Помните, что постоянство – ключ к прогрессу. Я учту это и включу физические упражнения в свои планы на отпуск. Еще раз спасибо, Анна. Добро пожаловать, Джон. Желаю вам прекрасного времяпрепровождения и активного курортного сезона. Спасибо, Анна. Береги себя и скоро увидимся. Урок 12. Ум как индивидуальная терапия. Я согласен. Ум может быть похож на индивидуальную терапию. Безусловно, наши мысли и образ мышления оказывают значительное влияние на наше благополучие. Удивительно, как наши мысли влияют на наши эмоции и общий взгляд на жизнь. Да, развитие позитивного мышления может привести к более полноценной и сбалансированной жизни. Забота о нашем психическом здоровье также важна, как и о физическом здоровье. Не могу не согласиться с этим. Забота о нашем психическом благополучии должна быть приоритетом. Такие занятия, как медитация и ведение дневника, могут помочь успокоить ум и способствовать саморефлексии. Эти практики могут дать нам ощущение ясности и помочь нам лучше понять самих себя. Это как сеанс персональной терапии, где мы можем обработать свои мысли и эмоции. Безусловно, эти практики позволяют нам создать внутреннее пространство и обрести покой внутри себя. Иногда, просто сделав паузу и вдохнуть, можно существенно повлиять на наше психическое состояние. Внимательность и присутствие в настоящем моменте могут помочь уменьшить стресс и беспокойство. Поиск здоровых способов борьбы со стрессом имеет решающее значение для нашего общего благополучия. Конечно, занятия, которые нам нравятся, могут помочь снять стресс и способствовать расслаблению. Важно уделять приоритетное внимание уходу за собой и уделять время занятиям, которые питают наш разум и душу. Безусловно, забота о себе не эгоистична. Это необходимо для поддержания здоровья души и тела. Важно помнить, что у нас есть возможность выбирать свои мысли и создавать позитивный внутренний диалог. Безусловно, развитие позитивного мышления требует практики, но оно может оказать глубокое влияние на нашу жизнь. Спасибо за беседу, Анна. Было интересно узнать, как важно наше психическое благополучие. Добро пожаловать, Джон. Мне всегда нравится обсуждать темы, связанные с личностным ростом и благополучием. Давайте продолжим уделять приоритетное внимание психическому здоровью и предпринимать сознательные усилия для развития нашего разума. Согласен, Джон. Давайте продолжим изучать способы развития позитивного мышления и полноценной жизни. Безусловно, Анна. Берегите себя и поговорите с вами в ближайшее время. Урок 13. Привлечение потенциальных клиентов и эффективное стимулирование продаж. Это по-прежнему эффективный способ привлечения потенциальных клиентов и увеличения продаж. Безусловно, соблюдение надежной стратегии привлечения потенциальных клиентов имеет решающее значение для успеха бизнеса. Налаживание отношений и предоставление ценности потенциальным клиентам могут привести к долгосрочной лояльности. Да, понимая их потребности и предлагая индивидуальные решения, мы можем завоевать доверие и доверие. Общение с потенциальными клиентами и предоставление соответствующей информации помогают продолжить разговор. Безусловно, постоянная коммуникация – это ключ к тому, чтобы оставаться в курсе событий и налаживать взаимопонимание. Предоставление ценного контента, такого как электронные книги или вебинары, может продемонстрировать опыт и привлечь потенциальных клиентов. Предоставление образовательных ресурсов не только укрепляет доверие, но и делает бизнес авторитетным органом, которому доверяют. Важно адаптировать контент к конкретным потребностям и интересам потенциальных клиентов. Персонализация показывает, что мы ценим их индивидуальные требования и заинтересованы в их успехе. Отслеживание и анализ вовлеченности потенциальных клиентов могут дать представление об их предпочтениях и поведении. Понимая их действия, мы можем адаптировать наш подход и доставлять целевые сообщения. Использование инструментов автоматизации позволяет упростить процесс привлечения потенциальных клиентов и сэкономить время. Автоматизация помогает отправлять своевременные и релевантные сообщения, обеспечивая постоянное взаимодействие. Однако очень важно найти баланс между автоматизацией и персонализацией. Безусловно, поддержание человеческого контакта в общении необходимо для установления аутентичных связей. Активное внимание к потребностям и проблемам потенциальных клиентов поможет адаптировать наши предложения и решить их проблемы. Активное слушание позволяет нам понять их проблемы и позиционировать себя в роли тех, кто решает проблемы. Обеспечение исключительного обслуживания клиентов на протяжении всего процесса воспитания может превратить потенциальных клиентов в постоянных клиентов. Сделав все возможное, чтобы оправдать их ожидания, вы сможете произвести неизгладимое впечатление и побудить к повторному сотрудничеству. Постоянное совершенствование и оптимизация стратегии привлечения потенциальных клиентов является ключом к сохранению конкурентоспособности. Постоянная оценка результатов и внесение корректировок обеспечивают постоянный успех. Спасибо за содержательный разговор, Анна. Важно помнить о ценности эффективного привлечения потенциальных клиентов. Добро пожаловать, Джон. Мне всегда нравится обсуждать стратегии, способствующие росту бизнеса. Давайте продолжим совершенствовать наши усилия по привлечению потенциальных клиентов и значимым образом увеличим продажи. Безусловно, Джон. Вместе мы сможем добиться отличных результатов. Позаботьтесь и поговорите с вами в ближайшее время. Ты тоже, Анна. Берегите себя и хорошего вам дня. Урок 14. Изучение менее известных мест в Юго-Восточной Азии. Вы упомянули пункт назначения в Юго-Восточной Азии. Было ли оно менее известным? Да, это было менее известное место, предлагающее уникальные впечатления. Это интригует. Мне нравится исследовать глухие места. Это отличный способ открыть для себя скрытое сокровище и погрузиться в местную культуру. Не могли бы вы рассказать название места назначения и в чем его особенность? В Лаасе его называют Луанг-Пробанг. Он известен своей богатой историей и безмятежной атмосферой. Я слышал о Лаасе, но не о Луанг-Пробанге. Что отличает его от других? Луанг-Пробанг — объект всемирного наследия ЮНЕСКО, известный своими хорошо сохранившимися буддийскими храмами и традиционной архитектурой. Звучит увлекательно. Меня привлекают места с богатым культурным наследием. Вы обязательно оцените уникальное сочетание лаосского, французского и буддийского влияния в Луанг-Пробанге. Какие достопримечательности или развлечения вы рекомендуете в Луанг-Пробанге? Обязательно посетите музей Королевского дворца и осмотр священных водопадов Куанг-Си. Водопады звучат освежающе. Мне нравится бывать на природе и исследовать чудеса природы. Вам понравятся бирюзовые бассейны и пышная зелень, окружающие водопады Куанг-Си. Обязательно ли стоит попробовать местные блюда или кулинарные шедевры в Луанг-Пробанге? Любителям еды обязательно стоит попробовать традиционное лаосское блюдо под названием лаап и знаменитый липкий рис. Мне нравится пробовать блюда местной кухни, поэтому я обязательно попробую их. В Луанг-Пробанге вы также найдете оживленный ночной рынок, где продаются местные изделия ручной работы и сувениры. Изучение местных рынков всегда было для меня изюминкой. Мне нравится шумная атмосфера. Ночной рынок в Луанг-Пробанге обладает неповторимым шармом и является отличным местом для покупки подлинных сувениров. Похоже, это идеальное место для погружения в местную культуру и наслаждения природной красотой. Безусловно, Джон. Луанг-Пробанг предлагает спокойный и аутентичный отдых вдали от толпы. Спасибо, что познакомили меня с этим менее известным местом, Анна. Я обязательно добавлю его в свой список путешествий. Добро пожаловать, Джон. Я рада, что смогла поделиться с вами этой скрытой жемчужиной. Уверен, у вас останутся незабываемые впечатления. Я обязательно спланирую поездку в Луанг-Пробанг и познакомлюсь со всем, что он может предложить. Береги себя, Анна. Урок 15. Путь к обучению. Вы правы. Мне следует отправиться в путь обучения. Безусловно, обучение — это непрерывный процесс, который следует принимать и получать удовольствие. Иногда я зацикливаюсь на конечной цели и забываю оценить процесс. Важно помнить, что рост и развитие происходят параллельно. Вы правы. Мне не стоит слишком беспокоиться и сосредоточиться на получении удовольствия от учебного процесса. Точное чрезмерное беспокойство может помешать прогрессу и лишить нас радости обучения. Вместо этого мне следует подходить к каждому шагу с любопытством и чувством приключений. Любопытный образ мышления позволяет нам исследовать новые идеи и расширять наши знания. Учеба приносит больше удовольствия, когда я переключаю свое внимание с результатов на настоящий момент. Безусловно, полноценное участие в учебном процессе позволяет нам более эффективно усваивать информацию. Мне также следует отметить небольшие вехи и достижения на этом пути. Признание прогресса, каким бы незначительным оно ни было, повышает мотивацию и уверенность в себе. Важно помнить, что ошибки и неудачи — это часть процесса обучения. Безусловно, они предоставляют возможности для роста и получения ценных уроков. Поэтому вместо того, чтобы впадать в отчаяние, мне следует рассматривать их как ступеньки к успеху. Именно переосмысление проблем как возможностей обучения может привести к прорывам. Я напомню себе, что нужно получать удовольствие от процесса и ценить полученные знания и навыки. Это отличный образ мышления, Джон. Учиться становится приятнее, когда мы отправляемся в путешествия. Спасибо за поддержку, Анна. Меня вдохновляет подойти к обучению по-новому. Добро пожаловать, Джон. Помните, что путешествие приносит радость. Получайте удовольствие от процесса и продолжайте расти. Я так и сделаю, Анна. Давайте продолжим учиться и расти вместе. Хорошего дня. Ты тоже, Джон. Пусть ваше учебное путешествие будет наполнено радостью и открытиями. Береги себя. Также берегите себя, Анна. До следующего раза. Урок 16. Очаровательный Париж и Эйфелева башня. Париж, а Париж. Было бы здорово когда-нибудь посетить его. Париж действительно очаровательный город, в котором есть что предложить. Я всегда мечтала увидеть Эйфелеву башню вблизи. Это такая знаковая достопримечательность. Эйфелева башня поистине великолепна, особенно когда она сверкает ночью. Могу только представить себе захватывающий вид с вершины башни. Это потрясающее зрелище, Джон. Панорамный вид на Париж просто завораживает. Есть ли другие достопримечательности Парижа, которые вы рекомендуете? Обязательно посетите Лувр. Здесь представлены одни из самых известных в мире произведений искусства. Лувр тоже в моем списке. Мне бы очень хотелось увидеть Мону Лизу и другие шедевры. Вы будете поражены искусством и историей Лувра в своих стенах. Прогулка по очаровательным улицам Парижа и наслаждение французской кухней тоже звучит восхитительно. Парижские улицы обладают неповторимым шармом, а французская кухня известна своими изысканными вкусами. Я могу представить себе прогулку по сене и насладиться романтической атмосферой города. Прогулка по сене – прекрасный способ погрузиться в красоту и романтику Парижа. Есть ли в Париже скрытые жемчужины или менее известные достопримечательности, о которых вы знаете? Ман-Мартр – это район, который стоит посетить. Он известен своей богемной атмосферой и потрясающими видами из базилики Сакрекер. Звучит интригующе. Мне нравится открывать скрытые сокровища и ощущать местную атмосферу. Ман-Мартр предложит вам взглянуть на Париж с другой стороны, вдали от шумных туристических районов. Мне не терпится погрузиться в искусство, культуру и историю Парижа. Париж обладает богатым художественным наследием и яркой культурной жизнью. Вы будете очарованы этим очарованием. Спасибо, что поделились своим мнением, Анна. Посещение Парижа доставило мне еще большее удовольствие. Добро пожаловать, Джон. Надеюсь, твоя мечта побывать в Париже и ощутить его волшебство сбудется. До тех пор я буду продолжать мечтать и планировать. Береги себя, Анна. Осторожно, Джон. Пусть ваше парижское приключение станет для вас именно тем, на что вы надеетесь. Хорошего дня. Спасибо, Анна. Давайте скоро снова наверстаем упущенное. А пока до свидания. Урок 17. Планы на выходные. Эй, у вас есть интересные планы на предстоящие выходные? Да, верю. Я планирую отправиться в поход в близлежащие горы. Звучит как фантастический способ насладиться отдыхом на свежем воздухе. Я тоже люблю ходить в походы. Это прекрасная возможность соединиться с природой и восстановить силы. Куда именно вы планируете отправиться в поход? Я прогуляюсь по тропе в национальном парке примерно в часе езды отсюда. Звучит удобно. Мне также следует искать место для пеших прогулок рядом с моим районом. Абсолютно. Прогулка по местным тропам – прекрасный способ расслабиться и вести активный образ жизни. Какие-нибудь конкретные советы или предметы первой необходимости, которые мне следует иметь в виду во время походов? Не забудьте надеть удобную обувь, взять с собой воду и взять с собой закуски. Хороший совет. Во время походов очень важно поддерживать водный баланс и заряжаться энергией. Кроме того, учитывайте сложность тропы и соответствующим образом планируйте свой маршрут. Я обязательно выберу трассу, соответствующую моему уровню физической подготовки. Это правильный подход, Джон. Главное – наслаждаться походом и при этом оставаться в безопасности. Если позволит погода, я также могу устроить пикник в соседнем парке. Есть ли у вас другие планы на выходные, кроме походов? Я также планирую посетить новую выставку в местной художественной галерее. Это замечательно. Художественные выставки могут вдохновлять и заставлять задуматься. Да, я с нетерпением жду возможности погрузиться в творческую атмосферу. Возможно, я подумаю о посещении музея или в кино на выходных. Это тоже отличные варианты. Музеи и фильмы предлагают уникальные впечатления. Приятно сочетать активный отдых и культурные мероприятия в помещении. Безусловно, разнообразие делает выходные интересными и насыщенными. Что ж, надеюсь, вы отлично проведете время в походах и посещении художественной галерей. Спасибо, Джон. Я также желаю вам чудесных выходных, какие бы планы вы не выбрали. Давайте наверстаем упущенное на следующей неделе и расскажем, как прошли наши приключения на выходных. Похоже на план, Джон. Берегите себя и наслаждайтесь выходными. Ты тоже, Анна. До следующего раза. Урок 18. Основы путешествий. Знаете ли вы, что при путешествии на самолете объем жидкости в ручной кладе ограничен 3,4 унциями или 100 мл? Да, это важное правило, которое следует помнить при соблюдении правил безопасности в аэропортах. Очень важно упаковать туалетные принадлежности для путешествий или переложить жидкости в небольшие контейнеры. Безусловно, наличие туалетных принадлежностей для путешествий позволит вам без проблем носить их с собой. Какие еще продукты должны соответствовать правилу 3,4 унции или 100 мл? На другие товары, такие как лосьоны, кремы и даже напитки, распространяется такое же ограничение. Поэтому очень важно проверить размер любого жидкого или гелеобразного продукта перед упаковкой. Верно, Джон. Убедитесь, что они находятся в пределах допустимого лимита. Есть ли исключения из этого правила? Да, есть исключения для лекарств, детских смесей и грудного молока, но они могут потребовать дополнительного скрининга. Приятно знать, что некоторые предметы первой необходимости освобождены от ограничения. Да, существует исключения для размещения необходимых предметов для пассажиров. Что произойдет, если кто-то случайно принесет жидкость объемом более 3,4 унции или 100 мл? Если пассажир перевозит жидкость, превышающую лимит, ее, скорее всего, конфискует на контрольно-пропускном пункте. Вот почему так важно помнить об ограничениях и упаковывать вещи соответствующим образом. Помимо жидкостей, существуют ли другие ограничения на провоз ручной клади? Да, существуют ограничения, в частности, на острые предметы, огнестрельное оружие и определенное спортивное снаряжение. Перед упаковкой важно ознакомиться со списком запрещенных предметов, чтобы избежать осложнений. Точное знание того, что разрешено, а что нет, помогает обеспечить безопасный и эффективный процесс проверки. Спасибо, что поделились этим мнением, Анна. Это полезная информация для часто путешествующих. Добро пожаловать, Джон. Я рад, что смог предоставить полезную информацию. Безопасных путешествий. Спасибо. Когда речь идет о правилах аэропорта, всегда хорошо быть готовым. Осторожно, Анна. Осторожно, Джон. Хорошего дня и счастливых путешествий. До следующего раза. До следующего раза. До свидания, Анна. Урок 19. Удобство в номере, кондиционер и уединении. При бронировании отеля мне всегда интересно, есть ли в номерах индивидуальный кондиционер. В настоящее время большинство отелей оснащены кондиционерами в своих номерах для комфорта гостей. Приятно это слышать. Это очень важно, особенно в жаркие летние месяцы. Безусловно, наличие кондиционера может существенно повлиять на общие впечатления. Помимо кондиционера, я также предпочитаю номера с собственной ванной комнатой. Приятно иметь уединенное пространство, где можно освежиться и расслабиться. Действительно, наличие собственной ванной комнаты добавляет удобства и уединения вашему пребыванию. Как насчет других удобств в номере? Есть ли что-то, что вы особенно цените? Доступ к Wi-Fi очень важен для меня, особенно когда мне нужно оставаться на связи по работе или по личным делам. Я согласен. Надежный Wi-Fi позволяет нам оставаться на связи и получать доступ к необходимой информации. Еще одно удовольствие, которое я ценю – удобная кровать. Хороший ночной сон очень важен во время путешествий. Не могу не согласиться с этим. Удобная кровать обеспечивает спокойный сон и омоложение. В некоторых отелях также есть мини-холодильник в номерах, который может быть удобен для хранения закусок или напитков. Это хорошее дополнение. Всегда удобно иметь под рукой прохладительные напитки. Кроме того, наличие письменного стола или рабочего места в комнате может быть полезно для тех, кому нужно работать или учиться. Это правда. Специальное рабочее место позволяет продуктивно работать и сосредоточиться во время пребывания. Всегда полезно посетить веб-сайт отеля или связаться с ним напрямую, чтобы узнать о конкретных удобствах в номере. Да, предварительное исследование поможет выбрать отель, отвечающий нашим предпочтениям и потребностям. Безусловно, Джон. Это обеспечивает комфортное и приятное пребывание. Спасибо, что поделились этим мнением, Анна. Полезно знать, на что обращать внимание при бронировании отеля. Добро пожаловать, Джон. Я рад, что смог предоставить полезную информацию. Хорошего дня. Ты тоже, Анна. Береги себя и скоро увидимся. Урок 20. Возврат арендованных автомобилей, ящик для сдачи ключей. Я только что вернул арендованную машину, но офис закрыт. Что мне делать с ключом? Его можно оставить в ящике для ключей в пункте проката автомобилей. Это удобно. Я боялся вернуть ключ, когда офис закрыт. Ящик для выдачи ключей позволяет вернуть ключ в нерабочее время. Безопасно ли класть ключ в коробку? Я не хочу рисковать его потерей. Да, ящики для хранения ключей предназначены для безопасного хранения ключей до возобновления работы офиса. Это обнадеживает. Я обязательно положу ключ в специально отведенную коробку. Всегда полезно еще раз проверить, правильно ли вы используете выпадающий ящик. Должен ли я приложить к ключу какую-либо информацию или документы? Обычно вам нужно только бросить сам ключ. Тем не менее, рекомендуется обратиться в прокатную компанию за конкретными инструкциями. Я свяжусь с ними, чтобы узнать, нужно ли мне что-то еще сделать. Это мудрое решение. Лучше убедиться в этом и следовать их рекомендациям. Есть ли другие варианты возврата ключа, если нет ящика? В некоторых случаях компании по аренде могут предложить альтернативные варианты возврата ключей, например, оставить их у администратора отеля или воспользоваться надежным сейфом. На всякий случай, я тоже поинтересуюсь этими вариантами. Всегда лучше уточнить процедуру, чтобы избежать путаницы или неудобств. Спасибо за совет, Анна. Полезно знать, как оформить возврат ключей. Добро пожаловать, Джон. Я рад, что смог вам помочь. Хорошего дня. Ты тоже, Анна. Береги себя и скоро увидимся.